Шириши Матбх, Бхактиридан Таван Агасвай Махарач, Бразилия, 4 февраля 2019 года, утро. Баба-джи, Мата-джи, Пита-джи, Сав-джи. Сколько джи в этих словах? А в вашем интернете сколько джи? Много? 10 джи, 5 джи, 64 джи. Преданный говорит, сейчас 5 джи появляется в интернете. Нет. Никакой Баба не станет Бхагаваном. Не думайте, что Баба это Бхагаван. Не бегите за ним, думая, что он Бхагаван. Есть только один Бхагаван, Чайтани Махапрабху. Рукмаварна означает золотым цветом тела. Тут же Кришна явился в эту Кали-югу с цветом тела Шримати Радики. Рукмаварна золотым цветом тела. Два пара-югу. Он был сыном Нанды Махараджа. А сейчас в Кали-югу он сын Джаганадхи Мишри. До этого он был пастухом. А сейчас в Кали-югу тут же Кришна явился в образе Шатчинанданы Гаура Хари, как сын Бхагавана, Випрасута. Махапхарати Рамани, Ведах, Упанишадах так много прославляется Чайтани Махапрабху, и так много приводится доказательств, что он — это сам Кришна. Городев поет Бхаган Эмуна Дурмати. Сейчас Навадвипи, его зовут Махапрабху. Надья Матай означает «Все жители Надии обезумели». Повторяем, и наши Чайтани Махапрабху. Надья Матай не означает «Все жители Надии обезумели». Эка Махапрабху. Есть только один Махапрабху. Кто это? Чайтанья Махапрабху. Адва Прабху. Это кто? Нитянанда Прабху. И Адвайта. Нитянанда и Адвайта служат лотосным стопам Нитянанды Чайтани Махапрабху. Итак, Нитянанда Прабху это Адвайта Махапрабху. Что значит Адвайта Махапрабху? Адвайта Махапрабху это тот, кто не поддается правилам, предписаниям общества. Он полностью погружен в Божественную любовь, в Шачинанды Нагаурахари. Понимаете? Нитянанда Прабху пришел из Вриндавана. Он плакал. «Где Нимай, Нимай, Нимай? Где мой Нимай? Где мой Кришна? Канай, Канай, Канай». И никто не отвечал ему. Он спрашивал у всех в Раджавасе, где же Канай, Канай, Канай? Нитянанда Прабху иногда был погружен в настроение Баладевы Прабху. Он брал плуг и водружал его себе на плечи. И он спрашивал у Пуджари. «О, Пуджари, храма, вы видели моего младшего брата Каная?» Но Пуджари думали, что это безумец. «О, Пуджари, Шавяки Нитянанда, вы видели моего младшего брата Каная? Канай, Канай, Канай!» Но Нитянанда Прабху плакал и взывал «Канай, Канай, Канай!» Тем временем появился небесный голос, и этот голос сказал, «О, Нитянанда, твой младший брат Канай явился в Навады Падхами в образе Нимая». «Затем Нитянанда Прабху, Адва Ватхута Махараджа». Иногда он был полностью обнаженным. Он взял свою одежду и замотал ее у себя на голове. Что это означает? Он был полностью погружен в Божественную Любовь, Шачинанда Нагаурахари. У него не было Дихатмы Абхимана, он был лишен телесной концепции. Понимаете? Мы говорим, «О, кто-то там Уттам Уттама Махабхагавата». Но он при этом хорошо питается, красиво одевается. Разве он Навадхута Махарадж? Абадхута Махарадж, Танитянанда Прабху. Мы не Ватхута и не Уттама Махабхагаваты. Понимаете это? Нитянанда Прабху Абадхута Махарадж. Он нитя према и гаджи мата нитянанда. То есть он как безумный слон. Иногда Нитянанда Прабху одевается в шелковой одежде, а порой ходит обнаженным. Никто не мог понять, что он это была Дева Прабху. Он тоже и ута اليде и ута. Но если겠지만 Уттам Уттама Махабхагавата вот с Buenoентинанда Прабху – Абадхут Махарадж», Иванданской обнаженным. Но ему было бы сочatu в жизни с этим чувством необходимостью. Поэтому здесь поется Чайтанья Махапрабху со своим братом Аватхутой, с кем? С Нитянандой Прабху, и также с Адвайтой Ачарей, Шивасом Такуром, Харидасом Такуром, Гададхары Пандитом. Все они полностью наводнили, наводли Падхаму святыми именами. Вы тоже все безумные, потому что вы здесь, безумцы, повторяете Кришна-Наму. Ну, может быть не совсем, но что-то есть, поэтому вы пришли в сознание Кришны. А вот, Нитянандой Прабху, он как у элефанте лук, totalmente вне брия, intoxикадо, и Кришна-Премь. Então, Сититана Махапрабху, junto с Гадада Пантана, Нитянандапрабху, Шивасаку, Адвайт Ачаря, eles inundavam, наверное, наводли Падхиа, на Диа, купил этот Кришна-Премь, и все остальные, 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 и все остальные. Поэтому здесь говорится, на воде Падхами, каждый прославлял Господа Чайтаню Махапрабху, все приносили ему свои прананы. Здесь также говорится, Чайтанг Махапрабху Чайтанг Махапрабху раздает свои собственные святые имена Кришна-Кришна-Кришна-Харе-Харе Харе-Харе-Раму-Харе-Раму-Харе-Раму-Раму-Харе Чайтани Махапрабху — это Кришна. Он повторяет свои святые имена и раздает их всем. «Повторяйте мои имена», — говорит он. Что он говорит косвенным образом? «Повторяйте мои святые имена». Кришна нам. Кто такой Кришна? Это Чайтани Махапрабху. Понимаете? Он — объединенная форма Радхи и Кришны. Поэтому Он раздает свои собственные имена. Рады Кришна. Кто такой Рады Кришна в эту кальюгу? Это Чайтани Махапрабху. Он — объединенная форма Радхи и Кришны. И Он раздает это святое имя, свое собственное. Поэтому говорится «нанда, сута». Кто кому что говорит? «О Динаджан, Гуру Дев!» Кто говорит? «О Динаджан, Гуру Дев!» «Гуру Дев!» Или Вайшна. Здесь Бхактинот Такура очень смиренно говорит. «Динаджан, о, все падшие души, послушайте моего сладостного совета». Вы не хотите принимать Харинаму, не хотите повторять Гаэтри-мантры. Нет. Вы должны. Вы говорите, что они квалифицированы. А кто это решит? Кто выносит такое решение? Гурупада Падма. Понимаете? Вы говорите, я не квалифицирован. А кто же квалифицирован? Вы, если вы говорите, вы не квалифицированы, вы что, причисляете себя Куттамом и Хабагаватам? Повторяйте святые имена. Повторяйте Гаэтри-мантры. Вы не хотите принимать лекарства, говоря, что я не достоин этого лекарства. Что говорит пациент? Я не достоин принимать лекарства. А что делает врач? Будет он слушать вас? Он просто возьмет, свяжет вас по рукам и ногам и начнет лечить вас. Эх, паглы, паглы не хотят принимать лекарства. Понимаете? У нас во Вариндаване был один пагл. Он не хотел принимать лекарства, бегал, обнаженный. Полиция приехала, поймала его, связала, одела и стала лечить. А он говорил, нет, я не достоин. Понимаете? Переводи на португальский. Расскалюк. 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 Затем... он не был кваленетом если человек говорит и говорит что он ему но и он и он он и Он жил в Рупаса Натани и говорил, «Бон Махарадж мой гурудеф!» Я говорил, «Нет, я не его гурудеф!» Он принял дикшу у Швилу Нараяна Гасвай Махараджи, но он был безумцем. И когда полиция приехала, он кричал, «Бон Махарадж это мой гурудеф!» И когда она была на руку на Натани, она купила ее, и она была бонембаржами, но она на самом деле не имеет víкшу, но она, на самом деле, была витча из Гурудеф на Швилу Нараяна Гасвай Махарада. Глана Гасвай Махарада. Глана Гасбай Махарада. Он мне рекламу делал в обриндавании. Он дал моё имя проповедовал. Рибол! 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 даже безумцы могут проповедовать и вот потом пошла молва что у Бон Махараджа есть какой-то безумный ученик потому что когда его спрашивали он всем говорил мой гурудеф Бон Махарадж о боже он повторял мое имя повсюду и полиция приехала связали его и начали лечить он говорил нет я не буду принимать лекарства давай сказали им и здесь говорится хорошо Махапрабу Надьяматай то есть Чайтани Махапрабу Нитинандапрабу Атвайта Ачари Швастакур Гадатхарпандит все они повторяли сетые имена и Навадвипа была наполнена Харинамой и обезумела от нее Махапрабу Атвайта Ачари Швастакур Гадатхарпандит Махапрабу Атвайта Ачари Швастакур смиренно говорит здесь он говорит гурудеф говорит смиренно примите и при первых лотосных стоп Чайтани Махапрабу Атвайта Ачари Швастакур Гадатхарпандит О Господь в этом мире Бахапрабу Атвайта Ачари Швастакур это означает что вы должны сокрушаться в вашей греховной деятельности сегодня я сокрушу Гуру Пуджа вы должны дать обет что с сегодняшнего дня больше не будете грешить не будете совершать оскорбления Веса Пуджу Гуру Пуджу что она означает? Поймите раз в году все мы собираемся на Веса Пуджу Гуру Пуджу почему? чтобы дать обет что с сегодняшнего дня мы больше не будем грешить и полностью пристадимся от всем стопам Гуру Пады Падмы что значит мы шорли по всемуrendу в Гуру Пуджу Гуру Пады Падмы? не важно как порадовать кришну нам порадовать куру если кришна недоволен вами гуру может защитить вас но если куру недовольными никто вас не защитит поэтому наша цель это радовать куру все наши действия должны быть направлены на удовлетворение гуру а не кришна гуру будет счастлив если мы будем слушать его советы а какой свет он дает я я пришел чтобы предать собственным стопам гуру пада падме который очень милостив гуру дев это мой истинный отец и мать истинный член семьи он мне дает совершенные советы дети говорится кто ваш истинный отец и мать гуру гуру мата гуру пита нет другого такого милостива как гуру пада падма он мой истинный отец и мать гуру питает своего ученика четырьмя способами запомнить их написал бак тирасамрита синду как гуру питает своего ученика первое он подобен птице что делает птица на откладывать яйцо и потом высиживает его высиживает его понимаете вы видели птицу видели ее гнездо яйца в этом гнезде и она сидит высиживает их что она хочет чтобы из яйца вылупился маленький птенец каким же образом гуру он находится очень близко к своему ученику дает ему любовь хочет чтобы в акте ученика постепенно развивалась второй пример приводится с рыбой рыба что делает она также ухаживает за своим маленьким нерестом что делает мама рыбка она находится там же где ее рыбешки видели мальки вот эти крошечные они там плавают а мама она иногда прячется и они там плескаются в водичке но когда есть какая-то опасность тогда рыбка начинает предупреждать своих мальков и тогда все они уже знают что надо бросаться на утек и сразу они к маме прибиваются и плывут за ней она в следующем году они успешно все было сверху и только она он помогает принимая и альфа а маекоморка Таким же образом, Гуру поддерживает своих учеников, как вот эта мама-рыба, он поддерживает всех и говорит, о, Майя приближается, не отправляйся туда, Гуру дает знак своему ученику и отгоняет также пишачьи различных. Харе Кришна Махамантры. Поэтому, что говорится, что Гуру мантра очень могущественна, повторяйте ее, тогда пишачьи они все исчезнут и не вернутся. А если они снова будут атаковать, снова повторяйте Гуру мантру. Таким образом, как пище, а мама, она обижает пище, что там в перегоне, она обижает сом. Таким образом, Гуру, также, сом, с пищатинимантры, мантра для брухи и фантазий, они нам сказали, о, Майя, ты виновен, о, cuidado, не виновен, о Майя, ты виновен, Харе Кришна, Харе Кришна. Таким же, очень важно, Гуру мантра. Гуру мантра очень мощный. Повторяйте Нри Симха мантру. Тогда все пишачьи убегут от вас. В вашем уме, в сознании живут пишачьи, гоните их. Повторяйте Нри Симха мантру. Понимаете, что делать с вашим сознанием? Повторяйте Нри Симха мантру. Повторяйте Нри Симха мантру. Никакая пишачья не поселится у вас. И если у вас будет Багавадгита, тоже ни одна пишачья к вам не приблизится. Можете носить карманную маленькую Багавадгиту. Я вам расскажу одну историю. Мой гуру Дэв рассказал ее. Это история про призраков. Один человек жил очень близко к лесу. Он жил со своей женой. У него была красивая, приятная жена. То есть этот человек жил очень близко к лесу. И здесь есть большие дома высотные. А там не было. В том месте, где он жил. И однажды его жена сказала, я отправляюсь к отцу домой на праздник. И она поехала. Она сказала, через три дня я вернусь домой. Ну, может быть, больше там затянулась празднование. Может быть, пять дней она там оставалась, помогала. В общем, вовремя она не приехала. И через три дня один призрак проявился как женатого человека. Невозможно было определить, что это призрак. Это просто... Ну, казалось, что жена и жена. Их невозможно определить. Как отличить, жена это или призрак? Потому что призраки, они очень умны. В Рупсанатане был Брахмачари. Как его звали? Перед ним тоже предстал призрак в виде красивой девушки. Невозможно понять, кто перед вами. Привидение или настоящая личность? Если вы отправитесь во Вриндаву, в Рупсанатане, увидите этого Брахмачари. Он раньше был худенький, а сейчас стал такой крупный. Зачем я это говорю? Ну, что этот человек, он подумал, что это его жена. И они там шутили с ней. Ну, на самом деле, это был Бута, призрак, который принял облик его жены. Но он заметил, что его жена какая-то такая слишком... Ну, не такая, как обычная. Больше вожделения у нее. Почему она вернулась такой из дома отца? Он удивлялся. Через 2-3 дня этот мужчина начал болеть. Он сказал своей жене, ну, то есть призраку, я отправляюсь к врачу за лекарством. А она сказала, да, иди. И возвращайся скорее обратно, я не хочу быть одна. Он пошел к доктору, и ему дали лекарство. Гомеопатическое. Когда он вернулся домой, у него в кармане было вот это лекарство, завернутое в бумажку. Ну, может быть, 10-15 вот этих гомеопатических горошин было завернуто в бумажку. И когда он вернулся домой, то его жена заперла дверь. Он стучался, жена, открой. Но она не открывала. И он стал подглядывать в щелочку, что там происходит в доме. И увидел, что жена сидит на кровати, но при этом не открывает. Он кричал, жена, открой дверь, но она не открывала. И тогда он очень обеспокоился, подумал, что происходит? Моя жена никогда так не делала, она же целомудренная. Я же вижу, что моя жена дома. Почему она мне не открывает? Это моя жена. Я ее знаю, но она не открывает мне дверь. И муж громко закричал, жена, почему ты не открываешь мне дверь? Она сказала, я открою, только сначала выкини лекарство, которое у тебя в кармане лежит. А он сказал, нет, я же болен, мне дали лекарство, я должен его принять. Она говорит, да нет же, у тебя в кармане лекарство завернуто, страничку от Бхагавадгиты. Иногда бывает, ну, какие-то, в газеты в какие-то заворачивают что-нибудь. И бывает, врач использует бумагу какую-нибудь. А там лекарство было завернуто в шлоку Бхагавадгиты. И это привидение в образе жены сказала, пока не выкинешь эту бумажку, я не открою тебе дверь. Но он не мог понять, почему? Что в этом такого? Почему она просит выкинуть эту бумажку? То есть он все еще не мог понять, что его жена это Будда. Он думал, это его истинная жена. Тогда он выкинул это лекарство, завернутое в Бхагавадгиту. Бхагавадгиты. Потом у него вдруг закралось подозрение. Наверное, это все-таки не моя жена, а привидение. Потому что привидения они не выносят Бхагавадгиты. Вот вам доказательства, что Бхагавадгита, она ее не выносят призраки. Если у вас какой-то плохой сон, вас беспокоит что-то такое, положите себе на бхагавадгиту и спите. И тогда этот мужчина, он обратился за помощью. Взломали дверь и этот призрак стал говорить, я не твой, не твоя жена, я призрак. фантазм, и не забывай. И тогда он подождал фантазм. Вот вам доказательства. Есть множество доказательств, что если Если у вас будет Бхагавадгита или вы будете повторять Нарсимха-мантру, призраки никогда не побеспокоят вас. Призраки есть также в вашем уме, но если вы будете читать Бхагавадгиту, они все оставят вас. Каждый день перед тем, как уснуть, читайте Бхагавадгиту. И тогда ваш ум никогда не будет обеспокоен и будете очень хорошо спать. Никакие призраки не побеспокоят вас. Если ум обеспокоен, значит, какие-то там сущности вас волнуют. Если не будете мыть рот, руки, ноги, тогда призраки будут атаковать вас. Это объясняется в Шамадбхагаватам. Там есть история про сына Дити. Дити, понимаете? Это жена Кашья Пириши. У него было две жены Дити и Адити. Дети, Адити были полубогами, а дети, Дити были демонами. Все это написано в Шамадбхагаватам. Читайте. Читаете вы или нет? Как у Дити родился ребенок-демон? Она не мыла руки. То есть она не совершала омовения перед сном. Гениталии не мыла своей. То есть после того, как вы там нужду свою справите, нужно совершать омовение. иначе призрак войдет в ваше тело. Это объясняется в Шамадбхагаватам. То есть руки, ноги, лицо и гениталии нужно мыть. То есть буты, они куда входят? В нечистые места. Там, где у вас нечисто, туда и может войти призрак. Если вы не моете части тела своего, то туда может проникнуть призрак. Они любят нечистоту и будут беспокоить вас. То есть буты, они будут беспокоить вас. То есть буты, они будут беспокоить вас. Дети, она не прополоснула рот и не помылась. Буты, они будут беспокоить вас. 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 кто вы призраки или дживы будто это дживы почему вы злитесь если вы не призраки значит вы дживы у шастер есть слова со многими значениями например вот это слово будто оно означает как призрак так и живое существо например термин панча махабута означает пять первоэлементов кто вы дживы или призраки нет надо выбрать что-то одно вы преданные кришне перед тем как идете спать повторяйте святые на и тогда никакие призраки не беспокоит вас повторяйте на симхо мантру перед сном и призраки не придут и вы будете мирно спать и ваш ум не будет побеспокоен у кого обеспокоен у кого есть болезни ума воспевайте святые имена перед сном повторяйте святые имена лежа на кровати возьмите джапа мау и повторите один круг стопроцентная гарантия что никакие призраки тогда вас не побеспокоит никаких болезни ума у вас не будет и держите карманную бхагавадгиту при себе это будет ваша защита потому что шлоки из гиты очень могущественны и помните этот призрак тот призрак принял облик жены того человека и как же он боялся этой шлоки которая была в кармане этого человека он понял что там обрывок из бхагавадгиты что он сказал этот призрак он сказал выкинь это лекарство завернутое в эту бумажку и Так, гуру-пуджа – это значит удовлетворить своего гуру. Повторяйте святые имена и проповедуйте их, приносите цветы и лотостым стопам гуру. Так, гуру-пуджа – это значит удовлетворение. Так, гуру-пуджа – это значит удовлетворение. А вечером снова будет гуру-пуджа – пушпанджали. Будем прославлять гуру-дева. Целый день будем прославлять гуру-дева. Надуем шарики, украсим все листьями от манго. Гурдев будет рад, если все будет красиво украшено. И также должен быть красивый торт. Давайте будем готовиться, чтобы все были вовлечены в это служение. Гуру-пуджа – все вместе служите. А, преданные спросили. Вы всего два пути рассказали, как учитель своего ученика поддерживает. только про птицу и про рыбку. Остальное не рассказали. Гурдев говорит, напомните мне попозже, я вам расскажу. Вот тут запись пропадает. Гурдев говорил про крокодила еще. Как крокодилица, она следит за своим маленьким крокодилом. Что она делает? Она оставляет крокодила, своего детеныша на берегу, а сама в реке в это время, но очень зорко следит за ним. Если какая-то опасность назревает, то она очень быстро возникает и защищает своего детеныша. Таким же образом, гуру всегда милостиво смотрит за своим учеником. А четвертое сравнение – это про черепаху. Черепаха, она откладывает яйца на пляже и всегда со знанием своим, пребывает с этими, со своими будущими детенышами. Через несколько дней вылупляются маленькие черепашки. Однажды я гулял по пляжу в Майами, и я увидел, там было очень много песка, и эта территория, она была, охранялась. И я спросил у местных жителей, что это, и мне сказали, что там черепаха отложила яйца, и детеныши должны вылупиться. Так же и гуру поддерживает своего ученика своим сознанием, своими мыслями. Так же, в этом случае, гуру, в основном, два способа, То есть, каким образом гуру поддерживает своих учеников, главным образом? Ну, первые два способа, больше всего это описывает, как птица и как рыба следят за своими детенышами. Так, два банановых листа нужно где гуру Девасамадхи разместить, здесь тоже нужно красиво все украсить. Спасибо. 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 Спасибо.